Вот так сталкиваются цивилизации Которая может переместить нас через спирали галактик и тентуры разных планет Аплюк – чатландская планета в галактике Кинзадза А есть еще планеты по-цакски И пошло-поехало А вы говорите – экзопланеты Вселенная бесконечна И как все бесконечное, она имеет бесконечное количество жизней и разных цивилизаций Которые встречаются, дружат, воюют и наслаждаются разными другими способами Таков мир Кинзадза И вот, два представителя планеты Земля Вступают в близкий контакт третьего рода Сразу с тремя внеземными цивилизациями Сначала через диалог с босоногим инопланетянином Который пытается убедить наших, что нельзя, надо знать Но наши с лозунгом «Да можно!» Нажимают кнопку и эта штука, машинка перемещений, срабатывает «Двое наших, студент и прораб, оказываются на планете в другой галактике А на другой планете все другое И тут вдруг выясняется, что мы, земляне, неплохо живем на самом-то деле У нас на Земле есть много воды и много КЦ, спичек обыкновенных, без которых у них гравицапу не купить А без гравицапы до Земли не долететь А в чем же наука, спросите вы? А наука в том языке, на котором говорят герои фильма В те годы любой искусственный интеллект сломал бы голову, если бы она у него была А люди все понимали Пережив Сталина, Хрущева и Брежнева Наши люди смотрели фильм «Киндзадза» без переводчика и даже без титров Зрители смеялись Может, это совсем неплохо, что первыми в непосредственный контакт с инопланетянами Вступили обычные советские люди, студенты-прораб Наша земная наука со своим искусственным интеллектом Ничего не поняла бы из монологов и диалогов на чатландском и поцарском Их искусственный интеллект до сих пор считает, что слово «ку» в русском языке является просторечным приветствием аналогичным словам «привет» или «здравствуй» Оно обычно используется в неформальной обстановке среди друзей или в интернет-общении Это сокращенная и упрощенная форма приветствия, часто встречающаяся в чате или на форумах Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны Так... Значит, русский язык знаем Зачем потребовалось скрывать? А мы и не скрываем Очень трудно в язык проникать, когда сразу на двух языках думаете Этот пацан все время говорит на языках, продолжения которых не знает Чего уставился Маймона Верешвилла? Они грузинский знают Что он сказал? Обезьяна сына зла Современный искусственный интеллект до сих пор не имеет понятия о существовании чатландского или пацакского языков Земной искусственный интеллект до сих пор считает, что эцилоп — это популярный интернет-мем, который представляет собой персонажа с нарисованным на затылке лицом О каком продуктивном контакте с инопланетянами можно говорить при таком низком уровне знания советских инопланетных языков? А для нас, уважаемые братья и сестры по разуму, фильм «Кинзадза» является важной и вполне жизненной подсказкой, если общаться на чатландском или на пацакском языках Эцилопы будут считать, что вы говорите о персонажах с нарисованными на затылке лицами И ни один искусственный интеллект не сможет разгадать истинного смысла ваших сообщений и возбужденных речей, если они прозвучат за пределами вашей железобетонной кухни Спишь? Нет Не унывай, скрипач Если есть на этом плюки гравицап, так достанем Не такое доставали